В Кузбассе единая служба 122 начала работу в октябре 2020 года. Служба работает в круглосуточном режиме и главная цель – оказывать помощь жителям области и разъяснять, как действовать в той или иной ситуации. Операторы разделены на две линии. Операторы первой линии консультируют население по вопросам общего характера при заболевании острой респираторной инфекции. Также о профилактике заболевания могут записать на вакцинацию, либо проконсультировать, если необходимость, о результатах готовности теста ПЦР. Ну и ответят на все вопросы. Операторы второй линии полцентра оказывают дистанционные консультации и принимают решение о необходимости передачи вызова либо в поликлинику медицинской организации, либо на скорую медицинскую помощь, либо консультировать человека, чтобы его перенаправить в красную зону. Необходимо знать, как минимум, фамилию и отчество, даже если это позвонили вы по поводу другого пациента. И желательно, чтобы у вас перед глазами были паспорт, полис или СНИЛС. Ну, конечно, если вы позвонили с каким-то вопросом, чтобы вам оказали консультацию, не обязательно. Вам и так окажут консультацию и ответят на все ваши вопросы. Из-за стремительного распространения омикронштамма количество обращений в поликлинике удвоилось. Возросла и нагрузка на горячую линию 122. Здесь увеличили количество операторов до 200 линий. Если в спокойный, холодный, так назовем его, период мы получаем 300-500 обращений, то только за вчерашние сутки мы получили уже порядка тысячи обращений. Но при этом меняется и повод для обращений. То есть количество обращений именно за помощью к врачу увеличивается каждый день в разы. Если в холодный период, спокойный, мы фиксируем, что, наверное, каждое 12-13 обращение, это обращение связано с консультацией медицинского работника, то за вчерашние сутки мы фиксировали уже каждое седьмое обращение, ну а сегодня это уже, к сожалению, каждое третье. Сегодня колл-центр работает как распределительный узел, который направляет граждан в поликлиники и рассказывает, что необходимо делать в случае заболевания. При этом пациенты с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью без записи и без предварительного звонка на линию 122. Их принимают дежурные врачи. Расцвет и число заболевших среди детей. Из-за распространения нового штамма COVID-19 все городские поликлиники перешли на усиленный режим работы. Галина Ильина, Ленинск ТВ.